Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия балонских удилищ от компании Колмик. Это новинка 23-го года. Потрясающие удочки. По-моему, я первый, кто делаю обзор на эти удилища. Соответственно, завтра едем второй раз ловить ими на Москварику, на незамерзшую. Сегодня с утра погоняли тоже рыбку тестовыми палочками. Правда, кроме платвички окушков ничего не попалось, но холодно. Но удочка, в принципе, показала себя выше всяких похвал. Половили приблизительно где-то полтора часа, она больше меня не хватила. Но, в принципе, там можно было и 15 минут, и все, в общем-то, понятно. Значит, моделька называется Alexa, Колмик Alexa Bola Project. Вот такая вот вещица. Выпускается в длинах 5, 6 и 7 метров. Тест 20 грамм. Выполнена из, как принято говорить, высокомодульного карбона. Угля, углеволокна. Кому как удобно, кому как нравится. Карбон, слово запатентованное просто. А так, материал, в общем-то, один и тот же. Могу сказать, что производитель не указывает, сколько тонн тут стоит, да. Но, по моим ощущениям, здесь очень-очень неплохой уголечек. Потому что даже семерку одной рукой на ветру, боковом, мне, в общем-то, держать было легко. Абсолютно легко. И я вам могу сказать, что если бы она была чуть-чуть совсем построже, да, я как-то сразу перешел по строю, то она напоминает фьюма. Хотя фьюм, он стоит в два раза дороже, чем эти удилища. То есть, мне, например, без разницы фьюмом ловить, или вот этой вот Алексой, например, было, да. И я на любительскую рыбалку совершенно спокойно и возьму сам, и вам рекомендую. Это удилища действительно очень классные. Они недорогие. Но это действительно, наверное, одно из лучших, если не лучшее, предложение, скажем так, такого качества, от именитого бренда с такими характеристиками, за такие деньги на сегодняшний момент. Вот, скажем так, конец зимы, начало весны 23-го года. Значит, ну, про уголь сказал. Дальше все, как, в общем-то, принято в элитных домах Лондона. Колечки, тюльпанчик, два разгрузочных кольца идут в комплекте. На хлыст они не крепятся. В общем-то, как и все фирменные топовые баллонки, это признак действительно очень высокого уровня, потому что баллонески обычно, как и фьюмы в Коломике, так и в других фирмах, и топовые, как бы, верхние модели в линейках фирм, они идут с отдельными колечками, чтобы не ломались кольца, когда они приклеены. Ну, и, соответственно, убираете вот эту вот бумажку и сюда ставите на обычный клей-секунда тюльпан, но не забывайте сначала воткнуть разгрузочные два кольца. Ну, соответственно, как я сказал, два разгрузочных кольца тюльпан на хлысте, на втором колене вновь разгрузочное кольцо, здесь коленца пронумерованная, очень фирменная, как сказать, солидно это выглядит, там третье кольцо и так далее, показано направление, что можно, скажем так, их ставить по этим стрелочкам, и вы получаете максимально жесткий и быстрый строй. Ну, приятно, да, это, ну, как это делается, я понимаю, знаю, да, что это нарезается таким образом, чтобы соблюдать линию. В общем, действительно, вещь такая есть, строй вам покажется действительно побыстрее, но даже без этого строй здесь очень даже ничего, очень даже солидный. Значит, давайте, наверное, померяю сейчас диаметр в месте хвата, ну, вот, я не знаю, ниже катушка держателя, давайте я измеряю, это пятерка у меня в руках, 21 миллиметр и шестерка 24 миллиметра. Ну, и давайте сначала сразу взвесим их. Для съемок взял новенькие, незамызганные с рыбалки. Значит, пятерка у нас по весу. 235 грамм. Ну, хороший вес, согласитесь. С учетом, что эта удочка универсальна, в общем-то. И 305 грамм весит шестиметровая. Ну, семерка, соответственно, чуть побольше, но сейчас у нас ее нет. Извините уж, что я вам не показываю семерку, да, я сейчас не смогу ее разложить, и я только могу рассказать, что, в общем-то, это абсолютно идентичная палочка по строю, которую вы сейчас увидите, да, строить их обоих, когда я разложу. Ну, разве что понятно, что длиной они отличаются, и, соответственно, верхняя часть чуть-чуть помягче, чем вот шестерка. Но это для теста своего. Я ставил поплавочек 25 грамм. Да, 18 и 25 я ставил. Держит она нормально 25 грамм, когда идет порыв, даже вот еле-еле только заметное начинается поддергивание, понимаете, да, когда боковой ветер, порыв идет, когда натяжение жесткое, жесткую придержку держишь на баллонке, да, начинает морду ветром подколбашивать, чтобы не дергался поплавочек, не было поддергиваний каких-то, ну, соответственно, рыба, чтобы не пугалась. То есть это вот начинается здесь 25 грамм как раз. То есть вот как написано 20 грамм. Оптимально по забросу, по поплавкам это от 8 грамм. То есть, ну, 6 грамм она бросает, но 8 грамм прямо вот она включается, и очень приятное ощущение в руках, да, что она именно выстреливает, пуляет. То есть 8-18 грамм, вот так. Это вот ее диапазон. По лескам и по вообще универсальности палочки могу сказать, что это действительно универсал. Она может ловить на течении, на стоячей воде. Ну, понятно, что баллонка и стоячая вода, это немножко разные вещи, да, и они... Но, тем не менее, у нас люди очень часто применяют баллонки с кольцами на стоячих водоемах. То есть я, например, даже готов ее взять на форельку, на небольшого карпа рыбхозного, ну, естественно, с подсачником, аккуратно и так далее, с грамотным вываживанием. Потому что у нас бывает так, что люди приходят, там, поломал удочку, вот, вы рассказывали, что там... Ну, один человек, правда, за все время такой был, вот, что вы рассказывали, что там его на карпа были, да, там, и он пошел с какой-то удочкой, там, 5-килограммового карпа, хотел его выволочь просто на берег выкинуть, там, да, и вообще она у него сломалась. Ну, скажем, у всех понимание в этом отношении разное. Поэтому здесь допустимо, с моей точки зрения, ходить на небольшого карпа, форельку его брать, и эту удочку, и, соответственно, вываживание с подсаком, то есть совершенно прекрасно. Значит, дальше что хочу показать. Колечки, обратите внимание, они не лежат друг на друге, чтобы не портились, вставки не выбивались, да. Соответственно, колечки очень правильно, им правильные, имеют правильную высоту ножки от бланка. То есть эта ножка как раз позволяет и не слишком большая, и не слишком длинная, чтобы леска не порутила, и в то же время не слишком короткая, чтобы когда влажность, дождь, там, утренняя роса и так далее, чтобы леска к бланку тонкой не прилипала. Поэтому здесь вот оптимальная абсолютно, то есть у меня даже при ветре, и, сами понимаете, при морозе, то есть там лесочка обмораживалась тут же, и здесь там что-то было, там, то есть все хорошо. У меня все работало отлично. Ну, значит, пробочка, и вот такой момент, что обеспечивает вот эти колечки, что они не лежат друг на другу, это вот такая неопреновая вставка здесь. Соответственно, коленце ложится на нее, ну, и по запчастям сразу скажу, что они меняются здесь, то есть можно поменять, понятно, что дальше, чем четвертое, там, третье колено мы не меняем, потому что приходится снимать все кольца, отсчет колена идет с верхнего, то есть хлыстик считается первым коленом, вот, но хлыстик, второе колено, если вдруг сломаете, то я думаю, что на данный момент, скажем так, да, проблем в этом не будет, и по акции, бесплатные запчасти, что у нас магазин проводят, единственный магазин, наверное, который существует, который проводит такие акции, мы уже провели много таких акций, можете посмотреть на разные фирмы-производители, в новостях, в разделе новости на сайте указано на канале Ютуба, ролики я выкладывал часто и по спиннингам, по баллонкам, по разным-разным производителям, у нас уже постоянных покупателей, кто нас брал, получили бесплатно запчасти, они же там отписываются, можете почитать, действительно, благодарные отзывы, ну, мы, соответственно, благодарим, как Алла Верды от нас, тем, что они у нас это все покупают, ну, плюс бессрочная гарантия на заводской брак от нашего магазина, кто у нас покупает, вот, ну, и ремонт, сами понимаете, то есть бессрочная точность, также гарантия на ремонт, если удочка купленная была не у нас, приносите, мы отремонтируем ее и дадим на место ремонта бессрочную гарантию на весь срок службы, что она не сломается, ничего с ней не будет. Вроде бы все, наверное, давайте мы разложим сейчас, да, если у кого-то какие-то характеристики еще нужны, пишите в комментариях, я, мне несложно там за 5 секунд померить что-то и вам сказать, да, и плюс еще заходите обязательно по ссылке под видео, будет описание, обязательно заходите по ссылке, там будет уже подробные характеристики этих баллонок на сайте магазина, цена и так далее. На цену, как говорится, внимания не обращайте, если вы в программе лояльности, у нас есть скидки, у нас совершенно другие цены, и, соответственно, если вы даже впервые покупаете у нас, говорите, что у вас первый заказ, и у нас будут скидки, исходя из именно этих соображений, то есть у нас существует гарантия лучшей цены на сайте. Значит, давайте раскладываем и смотрим строй. Ну вот, уважаемые господа, начнем с пятерочки. Кстати, сразу скажу реальную длину, фактическую их. Значит, пятерка это 488 сантиметров, шестерка в реальности 585, и семерка 684. Значит, ну вот, построю, смотрим. Вот, сейчас руку свою покажу. Вот, я держу фактически даже чуть ниже, но вот где катушка держатель, вот теперь. Ну вот, на, посмотрите, строй. Ну, средний, быстрый. То есть палочка приятная. Давайте нагружаем. Ну, видите, какой сгиб. Ну, вот, за счет упругости вот этой вот верхнего, второго, третьего колена как раз и, возможно, такая жесткая придержка. Так, переходим к шестерке. Открыли дверь, а то у нас тут не умещается, чтобы вам всю длину показать, да. Вот я, смотрите, на камеру в плане строя. Вот там белый у нас щит деревянный, да. Ну, практически, не то, что практически, но она даже не клюет. Видите? Носом. Вот, как он удобно. Вот я показываю на белом фоне. Ну, приятный строй. Она не супербыстрая, вот прям такая, но абсолютно для этих денег, что она стоит, то есть, реально. Если хотите еще легче, еще более сбалансированный, ну, тогда фьюм, да, она будет и по жесткости чуть-чуть получше, чуть-чуть пожестче. Ну, тогда она и стоит подороже. Ну, давайте, значит, нагружаем шестерочку. Вот, смотрите, параболу от моей руки прям. Ну, то же самое. Хорошая палка, амортизирует хорошо. Эти хорошо будет держать в рамках своего теста. Ну, вот, друзья, посмотрели. Классные удочки. Жаль, что нет семерки. Повторюсь, просто уже была семерка, но пошел навстречу человеку, постоянному нашему покупателю, который, в общем-то, я благодарен ему, что он у нас покупает, точно так же, как я благодарен всем нашим покупателям. И он улетает в Томск, и у него скоро самолет, и у нас семерка, это осталась одна, а вторая, та, которую я ловил, она уже, ну, подзасратая, скажем так. Поэтому пришлось отдать эту семерочку человеку. Я вот поэтому снимаю ролик только 5,6 метров. Ну, вот реальную длину фактическую я указал. Имейте в виду, что все абсолютно производители, ну, чтобы не ошибиться и не соврать, 99% производителей указывают, фактическая длина меньше номинальной указанной. То есть вы не найдете семерку, там, допустим, у которой будет длина 7 метров. И махи, и баллонки тоже самое. Ну, наверное, вот мой лидер, это про маха удилищем, да, Сабанеев лидер. Например, пятерка в реальности 507, то есть 5 метров 7 сантиметров. Зато 6,7, они тоже короче. Значит, по Алексе, по баллонкам. Вот такие чехольчики. Недорогие, приятные чехлы. Веселые. Веселого антенка. Завязочки. Кармашек. Это непромокаемый синтетический материал. Даже в подарок его можно взять, но я иногда перевожу в чехлах, иногда нет. Можно баллоночку сложить в тубус. Это в любом случае будет лучше, чем только в чехле. Большая просьба, подписывайтесь на социальные сети. Повторюсь, акция бесплатные запасные части распространяется только на тех, кто купил удилища у нас в магазине Мунтифиш. И второе, это кто подписан на социальные сети, странички магазинов Мунтифиш. Это самое основное. Это YouTube, Telegram и Вконтакте. И отдельная тема, это Instagram, у кого есть, Facebook и Rootube. Пожалуйста, подписывайтесь. Вы нам пользу сделаете. Мы, соответственно, вас отблагодарим бесплатной техподдержкой, бесплатными запасными частями в период проведения акций. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...